Здравствуйте, в эфире передача Крупный план. Меня зовут Владимир Сметанин. Я приветствую гостя нашей студии Анатолий Чурин, кандидат в депутаты Законодательного собрания Кировской области 6-го созыва, руководитель областной системы образования с 1988 по середину 2015 годов. Анатолий Михайлович Дубрызин. Добрый. До выборов остается совсем немного, всего ничего, но многие, я думаю, задаются вопросом, а с какой же программой, с какими же предложениями идет ВЗС тот или иной кандидат. И сегодня мы дадим нашим слушателям возможность услышать из первых уст, из ваших уст, о том, на каких изменениях вы в случае попадания в областной парламент будете настаивать. Напомню нашим слушателям, что вы идете от партии КПРФ. Итак, давайте начнем сообразование с констатации текущей действительности и с основных таких моментов, которые нужно, на ваш взгляд, менять на законодательном уровне. Ну давайте начнем сообразование, поскольку все же сфера не близка. Я в течение вот долгих лет, когда руководил департамент образования, мне пришлось постоянно анализировать ту образовательную политику, которая проводилась в стране. И в общем-то, вот сейчас уже с высоты прожитых лет могу сказать, что как-то так случилось, что постепенно в нашу жизнь входили новые какие-то изменения, которые меняли существо положения. И вот, собственно говоря, реформа, которая началась в середине 90-х годов, она, по сути дела, серьезно изменила нашу образовательную систему, нашу школу. Ну, что прежде всего произошло? На моей памяти самое первое, что было сделано, это, если в РСФСР, в СССР школа была государственной школой, то сразу же, где-то в начале 90-х годов, все образовательные учреждения были переданы на муниципальный уровень. Ну, что такое муниципальный уровень? Это отсутствие финансирования, это, по сути дела, не считается. Это сразу появление многих и очень многих проблем. Вторым моментом, который также очень серьезно, может быть, ударил по системе образования, была новая система оплаты труда. Вы помните, в 90-е годы очень были сложные, когда зарплату учителям практически не выплачивали. И как работникам в целом бюджетной сферы. Бюджетной сферы, да. И потом, значит, в системе образования ввели новую систему оплаты труда, когда ее приравняли к средней заработной плате по региону, то есть она не должна быть ниже средней заработной платы по региону. Но таким образом, фактически, учителя, учителей, так сказать, подвергли серьезным экономическим проблемам, потому что учитель, работающий в Кировской области, учитель, работающий в Московской, там, или в Ленинградской области, они совершенно стали получать разные заработные платы. У всех зарплаты имеют. Да. То есть теперь за ранний труд, по сути дела, при ранних требованиях, учителя страны получают совершенно разные объемы заработной платы. Ну, на мой взгляд, это, конечно, была такая дискриминационная мера, и она серьезно подорвала, вот, так сказать, экономическую стабильность в образовании. И в то же время правительство пошло на то, чтобы, постепенно сокращая уровень финансирования, разрешило образовательным учреждениям заниматься так называемыми платными услугами, с тем, чтобы компенсировать часть потерянных средств. И все эти... Но компенсировать не получилось? Компенсировать не получилось, потому что денег, как говорится, у родителей было немного, и, по сути дела, эта система платных образовательных услуг, она не особо, так сказать, развелась. И тем более странное противоречие появилось, когда, с одной стороны, на директора школ, так сказать, давит прокуратура, что ты требуешь там того-то, того-то. С другой стороны, есть некие такие подзаконные акты, которые позволяли, вроде бы, заниматься этими, так называемыми, платными образовательными услугами. С другой стороны, еще что можно сказать. То есть, фактически, брошена была такая идея, что учителя имеют право выбрать свой учебник. И в стране появилась масса, сотни разного рода учебников, которые, ну, по своей сути и по своему содержанию очень были низкими по уровню ТЭШ. И это, на мой взгляд, еще оторвало от, собственно говоря, от бюджета школы еще дополненные деньги. Причем, о законе было прописано, что учащиеся должны иметь бесплатные учебники, бесплатные тетради рабочие. Но денег на это все равно не хватало. И поэтому, вот здесь много было таких конфликтов. То есть, закон нарушался. Закон нарушался. И он нарушается. Нарушается и до сих пор, кстати. До сих пор школа не имеет бюджетных средств. Хотя, во всем пытается обвинить директора. Что он, вроде бы, так сказать, не ищет денег. А найти денег достаточно сложно. Поэтому, вот, это все вместе взятое. Сегодня, вот, может быть, как-то даже квалифицировать можно с одной стороны, что это была продуманная политика. Это была политика, направленная на то, чтобы ухудшить положение детей в школе. А в конечном итоге, учить хуже, если говоря простым языком. Учить хуже. А не стремиться к тому, чтобы ребенок получал хорошее... Но подождите. Неужели государство заинтересовано в том, чтобы... А вот, понимаете... Плохо учились и обладали плохими знаниями низкими. Звучит дичайшее. Дичайшее. Дичайшее звучит. Но я сам до недавнего времени, собственно говоря, сомневался и не знал многих вещей, каких-нибудь прежде всего. Что, оказывается, вот эта программа реформирования системы образования, она была задумана не в нашей стране. По рекоменданциям Всемирного банка были прописаны четкие, так сказать, параметры, цели и задачи. И вот эти цели и задачи, они, собственно говоря, и реализовались на протяжении всех последних 20 лет. Собственно говоря, многое уже сделано. Вот та же самая бюрократизация школы. Учителя... Опять же, что сделать для того, чтобы учитель учил хуже? Надо его загрузить. Загрузить какой-то работой. Какой? Писать бумаги разного рода, справки, писать отчеты. И оказалось, что российский учитель сегодня один из самых загруженных вот такой непроизводственной самоработой в Европе. Вот даже такие подсчеты есть. То есть, у тебя времени не хватает, пожалуйста. Теперь, ведь, собственно говоря, учитель не только должен заниматься и образованием, чисто, так сказать, преподаванием своего предмета. Он должен воспитывать ребенка. Но как его воспитывать... Воспитательно-образовательный процесс. Да, воспитательно-образовательный процесс. Но сегодня зарплата у учителя зависит прежде всего от количества тех часов, которые он преподает. Чем больше часов он берет, тем больше, то сказать, у него получается в конечном итоге. Но чем больше часов он набирает, тем фактически меньше ему остается времени на общение с ребенком. То есть, вот, понимаете, такие вещи, которые сегодня позволяют говорить о том, что это все действительно было тщательно продумано, взвешено и имело очень четкую задачу. Задачу для того, чтобы отказаться от той системы образования, которая была в Советском Союзе, которая себя оправдывала, как была одна из лучших, так сказать. И это было признано не только, это признано было, так сказать, на уровне и он. Мировой уровень. Да, и теперь это, так сказать, вот постепенно, постепенно, не сразу разрушается и старается сделать вид, что, в общем-то, ничего особенного не происходит. Поэтому вот это все вместе взятое, сегодня можно говорить о том, что многое из того, что уже было, так сказать, обозначено, оно введено. Оно сегодня вводится по-прежнему, вот те рекомендации, которые реализуются на базе нашей страны. И, конечно, мы сами удивляемся, но от того, что мы отказываемся, подхватывают на Западе. И если мы отстаем сегодня от Запада в образовании, то если Советский Союз был впереди, то мы сегодня серьезно отстали. А они пользуются тем, от чего мы отказались. Поэтому это, конечно, очень обидно, это, собственно говоря, и вызывает какое-то, так сказать, возмущение. И вот когда все это дело осмысливаешь, понимаешь, что нужно политику образовательную в стране менять. И вот когда я задумался на эту тему, какая сила в стране это сделает, ведь нигде нет, как бы, так сказать, четкого, ясного представления о том, что нужно делать в сфере образования. И когда я прочитал программу КПРФ, то я понял о том, что здесь работают люди, которые мыслят, которые понимают, что требуется в процессе, так сказать, реформирования образования и что нужно отменить. И вот в программе сегодня КПРФ, она вот у меня, кстати, в руках, называется она «Доступное образование каждому». Причем КПРФ дважды за последние годы разрабатывала новые проекты законов об образовании. Но эти законы отметались, поскольку... На уровне Государственной Думы, да? Да, на уровне Государственной Думы, там нет большинства. И вот на сегодня коммунисты считают, что если им удастся победить в Думе, то они четко выделяют для себя 15 первоочередных мероприятий и направлений. Что прежде всего они считают самым важным... Да, давайте выделим. Да, я думаю, что самое важное. Это нужно резко увеличить финансирование образования. То образование, то финансирование, которое существует сегодня, оно ничего не дает. Оно не спасает ни образование, не дает ничего и стране. Конкретную цифру можете озвучить? Да. Поэтому предлагается, что как только, так сказать, возможность появляется, будет обеспечен рост расходов не менее чем до 7% от объема ВВП в Российской Федерации. Это только на образование? Это только на образование. Но, кстати, в программе КПРФ говорится, что по 7% от ВВП нужно выделять не только на образование, но на здравоохранение и на развитие науки. А у нас сейчас, по-моему, все вместе 2-3%? Там где-то, да, там в пределах 2, максимум 3%, потому что там очень цифры... Россия отстает по этим показателям во много раз. И тем самым, что это дает прежде всего? Это дает значительное увеличение благосостояния самих учителей, то есть повышается заработная плата учителей, возможность, повышается возможность модернизировать материальную базу образования. Но самое главное, о чем говорят специалисты, что все страны, которые делали прорыв в экономике, которые реформировали экономику, они как раз старались увеличить долю финансирования на образование. Если этого не будет сделано, образование не будет тем, как говорится, той палочкой-выручалочкой, которая вытянет экономику на инновационный уровень. За счет чего увеличить, Антон Михайлович? От каких-то других статей расходов? Нет, специалисты говорят, тут все просчитано, что деньги в Российской Федерации есть. Есть. Деньги есть, да. Из отсутствий источников сегодня известно, что сегодня только валютные запасы Российской Федерации примерно 400 миллиардов долларов, это 26 триллионов рублей. Примерно 18 миллиардов рублей лежит на счетах российских банков. Это четыре примерно годовых расходных бюджета. То есть, если бы страна ничего вообще не делала, не работала, она четыре года могла бы тратить деньги на свое существование за счет этих средств. Но эти деньги сегодня лежат, их не расходуют. И поэтому вот это и обидно. Более того, сегодня, опять же, по тем данным, которые имеются, еженедельно, причем вот такая цифра звучит, что из-за страны вывозится примерно 200 миллионов долларов. И российские капиталисты, которых деньги вывозят, вывозят легально совершенно, они могли бы эти деньги использовать на, допустим, развитие каких-то своих производств здесь, в России. Но они их возят за рубеж, вкладывают деньги, прежде всего, в покупку спортивных клубов, допустим, в строительство яхт, приобретение... Ну, это расходы далеко не первого череда. Да, это расходы, которые никому и ничего, это роскошь, да. Но теперь вот последний пример, который недавно подключал. Одна из российских компаний решила вложить 3 миллиарда долларов в развитие здравоохранения в Соединенных Штатах Америки. То есть, видите, а своя собственная страна остается без средств. Поэтому, более того, российское правительство уже купило ценные бумаги Соединенных Штатов на 6 триллионов рублей. То есть, деньги есть, их надо только вложить правильно. И тогда бы и хватило образования, и здравоохранения хватило, и заработала бы экономика, если бы она была подпитана соответствующими инвестициями. Но, к сожалению, этого сегодня не делается. Вот коммунисты предлагают решить эту проблему сразу же, одной из самых первых, с тем, чтобы запустить серьезное обновление образования и дать серьезный толчок для его развития. Второе, что они предлагают в этой своей маленькой программе, это снять со школы вот этот приезд бюрократизма. Прекратить разгрузить учителя, разгрузить директора. Вообще, есть такое предложение у коммунистов, что вот сегодня же каждая школа, образовательное учреждение имеет свой сайт. Это требование, кстати. Да, это требование обязательно на уровне, да. Все те, которые сведения имеются об образовательном учреждении, они помещаются на этом сайте. Пожалуйста, кому нужно, проверяющим, пользуйтесь вот этим сайтом и не запрашивайте никаких больше справок. Более того, предлагается ограничить одной проверкой в год любое образовательное учреждение. То есть, все, больше не проверять, нужно только проверить школу, готова ли она к новому образовательному периоду. Мы имеем в виду проверки ЛЧС. Да, то есть, все это ограничено. То есть, там есть, понимаете, целый перечень тех организаций, которые постоянно должны держать в поле зрения, так сказать, контролировать школу. Таких организаций множество. И они ходят друг за другом, так сказать, не согласовывая ничего, а директор отвлекается вот на такую работу. Теперь, очень серьезный вопрос, который ставится здесь, Здесь это, может быть, ну, такой вопрос ставился не впервые, но вот, мне сказать, трактовка сейчас изменилась. Компартия предлагает законодательно придать педагогическим работникам, приравнять, вернее, педагогических работников по пенсионному обеспечению и другим социальным гарантиям государственным служащим. То есть, педагог получает тот пакет льгот, которыми обладает... Да, да, при пенсионном обеспечении, которые, так сказать, обладают государственные служащие. То есть, считается совершенно справедливо, что государственный служащий и педагог решают общую государственную задачу, тот и другой, поэтому почему нужно, так сказать, отличать их по уровню обеспеченности. Компартия предлагает, наконец, вернуться к той системе оплаты труда, которая существовала в Советском Союзе, да и в России. Напомните, что... Да, ну, во-первых, у нас была четко определена ставка учебной нагрузки, это 18 часов, за эту ставку платили... 18 часов в неделю? 18 часов в неделю, да, за эту ставку платили... 3-4 урока в день, получается, например. Ну, 6 часов... 6, вернее, дней в неделю, это значит, 6 часа, да. Ну, кто-то работал, соответственно, 4 дня, может быть, 5 дней работал, нагрузка, соответственно. Ну, да, не каждый день. Да, не каждый день. Но вот установить такую нагрузку, четко определить. В свое время поменяли законодательство, и сегодня рабочая неделя педагога, 36 часов рабочих. Так вот... В два раза больше по сравнению с предлагаемым. Да. То есть, и причем все 36 часов он должен находиться в образовательном учреждении. А если это будет ставка другая, 18 часов, то, соответственно, получается другая картина. Теперь, значит, педагогическим работникам учреждений дошкольного и общего образования установить заработную плату вот на эту ставку на 18 часов не ниже средней заработной платы и по данному региону, и по Российской Федерации в целом. Понимаете, что сейчас... То есть, два средних показателя мы складываем? Ну, я не могу сейчас, как бы, так сказать. Но, по крайней мере... Логично так. Да. Но, по крайней мере, сейчас, видите, уже не будет такой скачкообразной разницы, когда в одном регионе одна зарплата, в другом другая совершенно отличается друг от друга. Если в Москве 100 тысяч, у нас 20 тысяч, это серьезная отличие. Ну, я напомню, по последним данным Кировстата, у нас в регионе средняя зарплата 22 тысячи. 22 тысячи, да. 22 тысячи. Ну, это 22 тысячи, конечно, не у всех далеко, но средняя такая. Ну, конечно, да. Вот. Дальше педагогическим работникам средних специальных учебных заведений, СУЗов, установить заработную плату не менее полутора средних зарплат по региону и по стране. Полутора. То есть, вот... Сумму умножаем на полтора. Да, на полтора. А вот педагогическим работникам в УЗов в двойном размере, значит... На два умножим. То есть, таким образом, ну, начинает, вот этот процесс начинает восстанавливать некую справедливость, которая была в свое время и в советское. В советский период, вы помните, профессор, или, вернее, преподаватель в УЗов в свое время получал заработную плату, которая равнялась зарплате члена Верховного Совета РСФСР. То есть, там она была в среднем 500 рублей, а в то время 500 рублей это были, в общем-то, те деньги, которые позволяли... Ну, по сравнению с зарплатой, там, 100-120 рублей, это, безусловно, да. Так что тут, в общем-то, серьезно, так сказать. Ну, и еще один очень важный момент, который предлагается сделать сразу же немедленно, это восстановить законодательным путем льготы по оплате родителями детских садов 20% от содержания. То есть, всего установить четко, чтобы родители платили не более 20% от содержания, от общего, так сказать, расходов на содержание ребенка, как и было, которое в то время было, как и так же, законодательно. Предлагается, эту норму восстановить. То есть, получается, это существенное снижение платы за детсад для родителей. Конечно. Это очень серьезно, особенно для молодых семей. Это, ну, само понятное. Ну, и далее, значит, вернуть законодательным путем базовое содержание образования в образовательные стандарты. О чем будет речь? Это идет о том, что в каждом стандарте появляется базовая часть, которая обязательно для исполнения, для обучения. Сейчас этого нет, соответственно. Сегодня школа определяет, так сказать, тот перечень предметов, тот перечень, так сказать, курсов, которые есть. И это, конечно, серьезно, в общем-то, может повлиять на то качество подготовки, которое может получить ребенок. А сегодня, вот это, если вернуться снова к базовому уровню, как и было, это гарантия того, что ребенок в любой школе страны должен получить базовое образование. По базовому, соответственно, набору предметов, в том числе. Конечно, конечно, да. Которые должны быть. И вот здесь я прочитал еще интересную фразу. Отдельное внимание посвятить вопросам качества подготовки кадров для системы здравоохранения с учетом заметного разрыва в квалификации советского поколения врачей и современного. Так мы уже на здравоохранение перешли? Нет, но это предлагается, относится к образованию, к высшему. То есть предлагается серьезно обратить внимание на подготовку врачей. И признается, что уровень подготовки врачей сегодня далек от того, который был в Советском Союзе. То есть мы опять потеряли. Да, мы опять потеряли. Это само собой, да. Вот. Дальше еще интересное. Законодательным путем вернуть право школьникам бесплатно посещать группу продленного дня. Вот помните, в свое время очень серьезный такой конфликт. Он вышел даже на уровне, так сказать, всей страны, когда вдруг стали брать плату за... За продленок. Да, за продленок. И сегодня количество продленных групп в стране резко сократилось, потому что родителей средств нет. А раньше же все было бесплатно. Дети официально, так сказать, там, соответственно, их и они учили уроки, занимались отдыхом и так далее, и так далее. Это все было бесплатно. То есть вот если сейчас это все будет сделано, то, конечно, в общем-то, это будет серьезным движением вперед. Дальше. Дальше. Вот. Предлагается серьезно проанализировать, почему у нас закрывается население школы. Ну, в общем-то, понятно, почему закрывается... Отток населения. Да, отток населения, исчезает производство, люди теряют работу. Само просимотерировали, погибают. Да, то есть фактически, ну, это вот, эта программа касается образования, но есть еще у КПРФ программа развития сельского хозяйства. И там тоже... Неразрывно связанные. Да, это все вещи, так сказать, обусловлены друг с другом. И поэтому там серьезно рассматривается вопрос о том, чтобы вернуть производство в село, чтобы снова создавать рабочие места. А там, где будут появляться рабочие места, там будет появляться и социальная инфраструктура. То есть вот это тоже вопрос, который сегодня, так сказать, стоит в повестке дня. Ну, здесь вот есть еще один момент интересный, касающийся ЕГЭ. Авторы предлагают, так сказать, выведение тестовых форм единого государственного экзамена вообще из системы образования. То есть убрать все тесты, убрать. Да, на первом этапе предоставить выпускникам право выбора, то ли ты сдаешь ЕГЭ, в том варианте, в каком он существует, то ли ты идешь и сдаешь экзамены в традиционной форме. Устный, письменный, сочинение, иная работа. После доработки, совместно с учеными и так далее, вообще, ну, так сказать, найти такую форму, которая позволяла ученикам не заниматься постоянно, так сказать, репетиторским натаскиванием, а показывать свой уровень, так сказать, знаний, уровень, чтобы это было видно. А вот кто-то про платное образование ничего не услышал. Платному образованию коммунисты какое-то внимание уделяют в своей программе? Вот в программе есть интересный момент, на который я тоже обратил внимание. Вот всегда считалось очень важным, какое количество студентов в стране на 10 тысяч населения. Так вот, в России сегодня на 10 тысяч населения приходится 130 студентов всего. Но надо сравнивать, безусловно, с другими странами. Да, ну, сравнивать и сравнивать, у нас в Советском Союзе было 220 студентов больше, да, почти на одну треть даже выше, да. Так вот, коммунисты предлагают вернуться и за счет средств федерального бюджета обеспечить не менее 220 мест за счет федерального бюджета на 10 тысяч населения. То есть это, опять же, те гарантии, которые были в свое время достигнуты в Советском Союзе. Бюджетных мест? Бюджетных. Бесплатных, чтобы люди ничего не платили? Да, чтобы люди ничего не платили. То есть это очень важно. Ну, и мы с вами говорим про платные группы продленного дня, которые, так сказать, решили отменить. Но я думаю, что и далее пойдет ведь работа и платные образовательные услуги, они сами по собой исчезнут, потому что в проекте закона, который предлагают коммунисты, этих платных образовательных услуг нет. Причем коммунисты выступили резко против того, чтобы считать образование сферой услуг. Это вообще-то, кстати, новый министр, который вот сейчас пришла, Ольга Васильевна, она тоже подметила эту особенность и заявила, что образование не может быть платной услугой. Услуга такова, вот парикмахер постричал, и он оказал услугу. Учитель не может оказать такой услуге, у него отдаленно... Она в принципе против слова «услугу». Да, и... Образование — это не услуга. Это правильно, да, и это совершенно верно. Поэтому вот это предлагается коммунистам уже, так сказать, на полном официальном уровне. И еще один момент, очень важный, что нужно поднять, сделать адекватным размер стипендий для студентов, чтобы он был не менее прожиточного минимума, чего сейчас нет у нас. И приравнять... С недавнего пора у нас, напомню, 7500 минимальный размер оплаты труда. Да, и еще один очень важный, вот 80% в УЗИ, не ниже 80% от прошиточного минимума трудоспособного населения. То есть это серьезный, в общем-то, вопрос, который даст возможность студентам, ну, так сказать, существовать, наверное, гораздо интереснее, чем сегодня. Ну и далее, еще один очень момент интересный, это впервые, может быть, такое, установить в области дошкольного образования, то есть равный статус учреждений дополнительного образования по отношению к школам, профессиональным и высшим учебным заведениям с точки зрения бюджетного финансирования, налогов, аренды и иных условий. То есть, таким образом, впервые система дополнительного образования приобретает вот равный статус со всеми другими образовательными учреждениями. То есть, таким образом, мы сегодня можем сказать о том, что если компартия придет, так сказать, в власти, она даст возможность стране совершенно по-другому развернуть систему образования, вернуть те социальные гарантии, которыми пользовались наши дети, и это даст возможность сделать главное. Сегодня компартия видит свою цель в том, чтобы образование выступило главным, стало ключевой отраслью для реальной модернизации экономики страны. Потому что образование, без образования никакой модернизации экономики не может быть. Анатолий Михайлович, вот сейчас можно брошюру в сторону отложить. Мне хочется услышать Вашу оценку, Ваше личное мнение как человека, как профессионала в этой сфере, как кандидата, в конце концов. Вот наши местные проблемы несколько. Как и можно ли решить вот эту проблему, связанную с зачислением ребят в детские сады, малышей? Не по месту жительства. Вот мне хотелось бы, чтобы на этом было акцентировано внимание. Когда не может рядом попасть ребенок. Хорошо, эту проблему знаю. Кстати, в советское время такой проблемы не существует. Можно же, значит, добиться? Можно, когда было достаточное количество детских садов. То есть мы плавно переходим к тому, что надо строить новые сады? Да. Дело в том, что ведь вот сейчас мы сделали половину, выполнили половину задачи, по сути дела. Мы добились того, что в стране все дети, начиная с трех лет, могут посещать детские дошкольные учреждения. Но есть вторая половина детей, которые от ноля и до трех лет. Их ведь тоже немало. Но в законе этого нет. Поэтому для того, чтобы эту проблему решать, нужно, конечно же, строить. Правда, здесь есть вопросы, связанные с демографией. Мы сейчас переживаем. Мы, так сказать, видим, что может пойти очередной, так сказать, спад и очередная демографическая яма. Но надо считать. Но без строительства дополнительных детских садов нам просто не обойтись. И это ведь влияет, опять же, на экономическое развитие страны. Огромное количество людей, молодых мам, они не заняты в производстве, они могли бы участвовать. Поэтому сегодня можно эту проблему решить. Но мы неоднократно разговаривали с руководителями районов, что та ошибка, которая в свое время была допущена, когда ребенка отправляли только туда, где есть место, и не учитывали территориальное его проживание. Эту ошибку, конечно, постепенно исправляют. И я думаю, что, в принципе, в городе тоже это понимают, и мы об этом неоднократно, так сказать, договаривались, что она постепенно... Сразу невозможно это сделать, потому что это будет полная чехарда. Но нельзя ребенка гонять, который живет, допустим, в одном конце города, и его гонять на другой конец города в месяц рейдинг. Эту проблему обязательно нужно решать. И я думаю, что вот ее надо, как бы так сказать, постоянно держать в поле зрения и не допустить того, чтобы она разрасталась дальше. Еще одна проблема, тоже ярко заметная на нашем местном уровне, это так называемое старение педагогических кадров, когда молодежь весьма и весьма неохотно идет работать в школу, получив соответствующее педагогическое образование. Ваше видение? Ну, я уже как-то о решении говорил, по-моему, что уже здесь говорил. Вся беда в том, что в свое время страна почему-то решила отказаться от педагогических вузов. И сегодня учитель, который готовится по университетским программам, это другой учитель, не тот, который был подготовлен в советское время. И я называл то, что учитель этот плохо знает методику преподавания своего предмета, он плохо знает физиологию ребят, психологию ребят плохо знают, и сталкивается, молодежь сталкивается с постоянными трудностями, которые, так сказать, вызваны вот этой плохой подготовкой. Ему не хватает практики в ходе образовательного процесса, я считаю, что практика вообще может быть необязательна, но ее все это можно поправить. И нужно сегодня, по сути дела, возвращаться к созданию педагогических вузов, своих отраслевых вузов, которые были в стране всегда. Которые не смешаны с какими-либо другими направлениями. Это сегодня, на мой взгляд, может позволить нам вернуть ту профессиональную подготовку, воссоздать ту школу, которая была у нас в Вятке. И без этого, собственно говоря, не будет никаких других учителей. Но, с другой стороны, вот о чем я уже говорил, без повышения социального статуса учительства не будет притока молодежи, и даже в эти вузы. Поэтому нужно делать это все одновременно, повышать социальный статус педагогов, создавать продвинутую модель педагогического образования, и тем самым, постепенно, решая проблему, мы вернем учительство в школу. Потому что, действительно, вы правы в том, что количество учителей, которые сегодня переживают уже, так сказать, в серьезном возрасте, количество этих растет учителей. И у нас, по самым таким скромным подсчетам области, примерно 30% от числа работающих. Треть практически. Да, практически треть, да. И поэтому... То есть это работающие пенсионеры уже, да? Да, работающие пенсионеры. Поскольку молодежи нет, они по-прежнему занимают, так сказать, места. Но, что самое-то удивительное, вот сегодня, надо еще, наверное, эту вещь отметить, что власть, она по-прежнему старается внедрять вот те, как говорится, направления реформирования, которые, собственно говоря, знаем, ничему хорошему не приведут. И вот сейчас, ведь под видом того, что денег у государства нет, начинает опять снова проводить оптимизацию, начинает использовать различного рода такие административные методы давления на учителей. Но вот к нашей радости учительство очень, в общем-то, не разобралось быстро и неохотно выполняет те рекомендации, которые ему дают. Поэтому, может быть, за счет этого образования еще российское живо. И оно еще сохраняет тот уровень, который, собственно, позволяет детей учить. Но ведь что, вот последний самый момент. Вдруг, не знаю, пошло какое-то поветрие, нужно убрать из школы всех ветеранов. Представляете? Ну, опять же, вроде благие, так сказать, пожелания. Уйдут ветераны, придет... Страшно звучит. Убрать ветеранов. Да, убрать ветеранов. Придет молодежь, но она не придет. Уберем ветеранов, не придет молодежь. А кто останется, во-первых, во-вторых? Тогда получается, что это серьезный очень вопрос. И надо быть бережным тем, кто работает сегодня. Надо слимиться для того, чтобы они работали как можно дольше. И суметь, вот пока они здесь, суметь заменить их теми, кто придет на их смену. Но, к сожалению, пока вот потух-то мало. Вы знаете, в последнее время активно обсуждается вопрос, надо ли не надо возвращать распределение, в том числе по части учителей, педагогов, вот ваша позиция. Понимаете? Нужно ли выпускника обязывать отработать определенное количество? Я считаю, что нужно. Считаю, что государство, если он будет бюджетной мести, вложило в него энную сумму средств. И оно специально его готовило для того, чтобы он работал вот в данной специальности. И вдруг человек освобождается после окончания, освобождается от всех обязательств. Но права без обязательств не бывает. И поэтому вроде бы логично было. Но давайте мы, так сказать, вам, соответственно, предложим рабочее место, от которого вы не откажетесь, ну, в протяжении хотя бы трех лет, как это было в свое время. И тогда у государства появляется возможность как-то компенсировать вот эти появляющиеся бреши и заполнять их теми, кто придет на смену других. Поэтому я считаю, что это вполне справедливо. Никак эти права не ущемляют. Нам говорят, все и говорили, и сейчас говорят, что это ущемление прав человека. Вот если платить за работу... Это ущемление свободы какой-то. Да, если платить за работную плату по-разному всем, это не ущемление. А вот если человек молодой, который должен получить рабочее место после вуза, отработать количество, так сказать, количество лет, это вроде бы ущемление. Вот я это, так сказать, тоже не понимаю. А надо ли дальше развивать какие-то, придумывать новые меры поощрительные? Вот если выпускник пошел работать на то же село, он вот что-то надумает какие-то преференции. Понимаете, в свое время в Советском Союзе, ведь вот сейчас заговорили о том, мы, наверное, слышали о том, что нужно, учитель всю жизнь работает учителем, но нет никакого карьера роста. Давайте мы сделаем учителю в нескольких ступенях, чтобы он в течение года, а в течение своей трудовой жизни был учителем, потом старшим учителем, потом учителем там каким-то еще. Ну, в свое время у нас тоже было, в советское время, учитель, старший учитель, учитель-методист. Это сразу связано было с повышением заработной платы, с каким-то ростом его. Но это уже был, конечно, авторитетный учитель, когда, если учитель-методист, то уже вообще была, так сказать, такая величина. Все было отказано, теперь решили вернуться. Но до сих пор спорят, как назвать, то ли старший учитель, то ли учитель-методист, или еще как-то. Не надо спорить, надо вводить, тогда это будет гораздо проще. Все опробовано, все уже было. И поэтому только нужно вернуться к тому, что оправдывало себя, а не уничтожать, как это сделано было. Вот так мы сегодняшнюю программу целиком посвятили проблемам образования и предлагаемым путям решения этих самым проблем. Благодарю гостя студии Анатолий Чурин, кандидат в депутат из Законодательного собрания Кировской области 6-го созыва, руководитель областной системы образования с 1988 по середину 2015 годов. Спасибо, всего доброго. Спасибо.